Здравствуйте! В эфире новости в студии Ирина Баракина. И сегодня главная тема выпуска. Обсудили перспективы сотрудничества. Юлия Купецкая посетила завод компании «Витро». Уникальная экспозиция. В Серпухове открылся музей печати. Поздравить город с днем рождения. Праздничные мероприятия проходят в образовательных учреждениях. Сегодня глава городского округа Юлия Купецкая с рабочим визитом посетила завод компании «Витро», которая занимается производством керамической плитки и сантехники. Представители предприятия рассказали о перспективах развития холдинга. Также участники встречи обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. Не теряя ни минуты, участники встречи проходят в конференц-зал. Представители компании рассказывают, когда была создана фирма и когда появился первый завод на территории России в Серпухове. Особое внимание уделили условиям труда работников, вопросам развития производства, взаимовыгодного сотрудничества городского округа и компании, а также экспорта и продажи продукции на российском рынке. А реализация ваших продукций в России? В России? Через какого? В основном? В основном? В основном клиентах 60 у нас местных и соответственно 40 у нас в квартире. Конечно же, мы уделяем вашу внимание нашему развитию роста на российском рынке, потому что и цель нашего прихода в Россию была работать на российский рынок. Для главы городского округа провели экскурсию по всем производственным помещениям завода. Показали, как изготавливается плитка, каким образом наносится краска на готовую поверхность. Продемонстрировали Юлии Олеговне и современное оборудование, с помощью которого компания создает сантехнику из керамики. Ежегодно завод концерна «Витро» производит порядка 300 тысяч изделий, а также обеспечивает серпуховичей рабочими местами. Сегодня в здании старой типографии постройки конца 19 века открылся музей печати. Какие экспонаты в нем представлены и на что особенно обратили внимание первые посетители в репортаже Олеси Акинфеевой. На Семной площади явка строго обязательно. Поактивнее, товарищи, поактивнее. Приезд председателя в ЦИК Михаила Калинина в Серпухов в августе 1919. Его выступление перед собравшимися горожанами. Дата в истории Серпухова важная. В городе уже работала типография, образованная из четырех частных артелей для печати агитационных материалов Красной Армии. И уже было создано несколько выпусков первой газеты. Под названием «Коммунист». Заглянуть в прошлое, чтобы понять, в каких условиях зародилась журналистика в Серпухове. С этой целью торжественную церемонию открытия музея печати начали с этой исторической реконструкции. На Семной площади авторы проекта, почетные гости из правительства Московской области и десятки жителей города. Мы должны учить своих детей той истории, в которой мы жили. Потому что мы все с вами знаем, что без истории нет настоящего. Без настоящего нет будущего. Разрезание красной ленточки и первая экскурсия для гостей. Музей печати – это два небольших зала в здании типографии с уникальными экспонатами. Заглядываешь в первый и попадаешь в 1919 год. Так выглядел кабинет главного редактора газеты «Коммунист». Второй выпуск издания сохранился. Заходим во второй зал. Здесь техника, фотоаппараты, печатные машинки в рабочем состоянии, ручки, блокноты. Становится понятно, как менялось, осовременивалось печатное дело на протяжении 100 лет. Здесь и полиграфическое оборудование, печатные машины от 19 до 21 веков. Гелиотинный, печатный станок немецкой фирмы Крауза, тигельная машина, касса наборных букв, старинный пресс, танки. Сегодня гостям рассказали, как они работают и даже предложили сделать оттиск листовки. Давайте я тоже, чтобы весь процесс пройти, чтобы лучше промазалось каждой буквы. Надо наложить силу. Так, все, поднимайте вверх. И первый оттиск в музее печати готов. Осторожно, только краска, она не так быстро засыхает. Все детали мы вытаскиваем. Вот наш лизон. Как он тут есть. Всего в музее более ста экспонатов, которые были собраны как из личных архивов, так и из тех, что долгие годы хранились в других типографиях Московской области. Идея создания музея принадлежит Главному управлению по информационной политике Московской области. Поддержала его администрация Серпухова и Союз журналистов Подмосковья. Идея-то как раз закладывалась в музей. Не просто музей, как выставка, чтобы на нее посмотрели, а именно интерактив. Теперь это не только музей, но и концепция дальше развивается. Музей на ремесленной слободы. То есть здесь можно будет и напечатать, и гончарная мастерская мы видели там. Поэтому, конечно, вот это очень дорогого стоит. И мы рассчитываем, что действительно это будет такой музей не только в Московской области. Он станет точкой притяжения всех туристов и близлежащих областей, и всей России. И, конечно, рассчитываем из-за рубежа. Я сегодня под большим впечатлением. Я благодарна журналистам, своим коллегам из газеты Серпуховские вести за эту удивительную историю создания музея. Это непросто. Даже в таком историческом древнем городе, с хорошими традициями культурными, каковым является Серпухов, в пустом помещении, где были одни стены, а я была здесь, когда здесь были стены, и более ничего. Создать экспозицию, экспозицию, в которой есть ценные, с точки зрения истории, предметы и артефакты. И журналисты с этим справились. Почти все, что запланировано, все осуществилось. Но это действительно только первый этап возрождения этих двух зданий. И, конечно, мы за это очень благодарим администрацию городского округа Серпухов. Но у нас очень много здесь еще работы предстоит нам. Мы уже сейчас понимаем, как нам нужно расширять эту экспозицию. И сейчас, конечно, мы будем работать в направлении реализации проекта «Ремесленно-музейная слобода». Во внутреннем дворике типографии очень скоро начнут проводить мастер-классы по различным видам народного творчества. А уже сейчас в числе интерактивных занятий посетителям музея предлагают различные виды газетной и типографской деятельности. Можно изготовить открытки или блокнот ручным способом по старинной технологии. Можно написать пером новость в газету, жалобу на соседа, благодарность и опустить в специально подготовленный старинный почтовый ящик. Кроме того, возможно, будет сфотографироваться на первую полосу газеты «Коммунист» от 7 февраля 1919 года и вывести на крафтовой бумаге в черно-белом варианте. Сезон благоустройства в Серпухове близится к завершению. Об этом сегодня говорили на очередном совещании с представителями подрядных организаций. Исполнители заканчивают приводить в порядок общественные дворовые территории. В настоящий момент на улице Красный Текстильщик 19 устанавливают малые архитектурные формы. Работы также будут выполнены еще по четырем адресам. Параллельно ведется капитальный ремонт систем наружного освещения. Одновременно новые опоры устанавливают в шести территориальных отделах. В Васильевском установлены все опоры по плану. Натянут СИП. Из 370 светильников установлено 300. Работы выполнены практически на 95%. В Липецком территориальном отделе села Липеца работы также ведутся по прокладке кабеля под установку опор освещения. Параллельно ведется обустройство пешеходных зон. На проезде Мишина, на Чернышевск, Варистово и Лермонтово подрядчики выполняют работы в рамках областной программы формирования современной комфортной городской среды. В рамках программы «Лето в Подмосковье» проводится строительство тротуаров на Октябрьской, Калужской, Чеховой и Театральной. Продолжается и капитальный ремонт дорог. Основной объем работ уже выполнен. По некоторым адресам еще продолжается асфальтировка. Исполнители укладываются в сроки. Несмотря на это, на совещании им было дано поручение усилить темпы. Продолжается и реконструкция при вокзальной площади. Сегодня туда привезли памятник князьям Владимиру Храброму и Дмитрию Донскому. Основание под него уже установлено. В планах также обустройство дополнительной парковочной площадки, зоны ожидания, установка современных остановочных павильонов, скамеек, урн, стендов с туристической навигацией, фонарей, вазонов для цветов. Проект предусматривает единое целевое решение. Его стоимость 200 миллионов рублей. Большая часть работ на площади уже завершена. Сдать объект обещают до конца сентября. Юные таланты земли Серпуховской. 14-й школьный форум открылся сегодня в парке имени Олега Степанова. 27 команд общеобразовательных учреждений городского округа приняли в нем участие. Тему продолжит Илья Сиразов. Путешествие для юных талантов получилось очень увлекательным. Семь станций, где каждая из команд должна была максимально быстро и правильно ответить на вопросы, встать в хоровод, разгадать кроссворд и даже поучаствовать в эстафете с баскетбольным мячом. Мне здесь очень нравится. Я очень рада, что принимаю участие в 14-м форуме. Я считаю, что наша команда сильная, дружная и мы победим. Открытие 14-го форума юные таланты земли Серпуховской собрало много гостей. Тут и школьники, их родители, преподаватели и друзья. Творческие конкурсы будут проходить на протяжении всего учебного года. В них участвуют ученики с 1-го по 11-й классы. Победители этих конкурсов представляют наш город на областном уровне уже. И традиционно в преддверии и в дни празднования Дня города проводится игра-путешествие, которая дает старт открытию форума юной таланта земли Серпуховской. Каждый год на открытии форума ребята решают самые разнообразные задания. Тут нужно проявить ловкость, силу, смекалку. И, по словам организаторов, в будущем испытания также будут каждый раз меняться. Придумали новые станции, новые идеи. Как раз добавилась экологическая направленность, правила дорожного движения, спортивная. То есть мы каждый год пытаемся привнести что-то новое и свежее, потому что форум шагает много со временем. Ну и, соответственно, новые станции, новые игры. Каждая из команд была награждена дипломами участников и сладкими призами. Впереди у ребят празднование Дня города. После, в течение всего учебного года, масса интересных мероприятий в рамках форума, победители которого определятся в конце учебного года. Дошкольные учреждения тоже готовятся к празднованию 680-летия города. В разных микрорайонах Серпухова на девяти площадках в эти дни проходят интерактивные программы, приуроченные ко Дню города. С юными патриотами пообщалась и моя коллега Инна Шейнина. Дождливая погода не помешала хорошему настроению. В микрорайоне имени Нагина на площадке у детского сада номер 40 собрались воспитанники сразу четырех дошкольных учреждений. Пели, танцевали, говорили о том, какой замечательный у нас город. Сегодня был хороший праздник, очень красивый. Всех поздравляем. Все города красивые. Но у Серпухов самый красивый, лучше всех. Я родилась в Серпухе, и вот он такой. Он очень милый, мне он очень нравится. Когда я ездила в деревню, я прям скучала по нему. Я люблю Серпухов. И там, тут хорошо. Мы с папой иногда ходим с моим братом в парк. Тут много народу, и можно найти друзей. Мальчишки и девчонки из разных детских садов быстро подружились между собой и организовали праздничный поезд. Ездили по Серпухову, веселились, приняли участие во флэшмобе. Объединяются детские сады, по 3-4 детских сада и празднуют, танцуют, веселятся, поздравляют город с днем рождения. Наше мероприятие называется Патриотический фестиваль «Город детства, город будущего». В рамках фестиваля праздник прошел и на улице Горького, у входа в музейно-выставочный центр. Стихи, танцы и песни посвящались родному городу. Прекрасен он и листопад, на родине зря говорят, что самые-самые яркие звезды над городом не смог горят. И сегодня не зря нарядила земля, потому что земля поздравляет тебя с днем рождения. И я, и я, и я, и я, и я поздравляю тебя. Дошкалята, подготовленные педагогами, уверенно отвечают на вопросы ведущих праздника. Кто основал город, на какой реке стоит Серпухов, сколько лет исполняется старинному граду. Я родился в Серпухове. Хоть город и маленький, но очень интересный. Ему исполняется 680 лет. Учащиеся начальных классов 24 школ городского округа тоже приготовили подарки ко дню рождения Серпухова. На сентябрьский конкурс поздравительных открыток в любимом городе они представили 115 лучших работ в номинациях «Аппликация», «Калаш» и «Рисунок». В школах прошел школьный этап, лучшие работы были отобраны и представлены на заключительный этап конкурса в наш центр. На самом деле очень интересный конкурс, который позволил ребятам проявить свои творческие способности и погрузиться в историю нашего города, то есть получить информацию о своей малой родине. На открытке Алексея, учащегося школы номер 2, изображен павлин. Его хвост украшен фотографиями достопримечательностей Серпухова. Внутри – стихи о городе. Я люблю тебя, мой город. Разный, яркий, самобытный. Пусть окраины застроят, все равно ты колоритный. Я желаю тебе счастья, процветания и удачи. Сохранись, мой город древний. Юный, стань еще богаче. Открытки, сделанные своими руками, ребята и волонтеры подарят жителям города в дни празднования юбилея Серпухова. На других посмотреть и себя показать. На площадках городских скверов сегодня можно увидеть выступления лучших творческих коллективов. Концертно-развлекательные программы с их участием уже прошли в Екатерининском сквере и в микрорайоне «Красный текстильщик». И зрители, и артисты согревались танцами, конкурсами и горячим чаем. Если в городе туман, солнце вдруг его покинет, все сидели по домам, были улицы пустыми. И хотя улицы города в этот день не освещались солнечными лучами, народ в домах не сидел, а выходил бы гулять в ближайшие скверы. В Екатерининском, где располагается настоящий детский игровой городок, и в обычный вечер яблоку упасть негде. Тем более жители микрорайона сюда поспешили, когда узнали про большую и разнообразную праздничную программу. Ведь через несколько дней у родного города юбилей. Уютно было отдыхать и смотреть выступления артистов в таких мягких креслах. Только долго сидеть не пришлось. Организаторы праздника позаботились об этом. Позвали посоревноваться, проявить свою смекалку, спортивные данные и фантазию. Одни участвовали в веселых стартах, другие создавали арт-объект. А как ты считаешь, куда? Давай вот это закроем. Ну покажи, куда ты хочешь. Вот такие замечательные цифры 680 мы приготовили с большой любовью. А дети приготовили вот такие поделки заранее. А можно здесь принять участие, сделать что-то своими руками. У нас есть материалы, инструменты. А потом все вместе мы это все приспосабливаем в помощь из тефлера или клея. И в итоге получится большая красивая фотозона. Это уже сейчас готовая фотозона, но она вот такая мобильная и развивающаяся. Красивую патриотическую нотку в программу праздника внесли курсанты военного училища. Четким шагом по звуке духового оркестра они прошли мимо сквера. Мы будем в первую правду служить в России. Такой долгожданный день для всех. Так как мы родились в этом городе, мы выросли. Мы любим этот город. Какие улицы, как все организовано, какие детские площадки. Он стал. С каждым годом, мне кажется, он становится лучше и лучше. Мы очень рады. С праздником! В любви родному городу в этот день признавались и участники праздника, который проходил в это же время в сквере на улице Красный Текстильщик, напротив дворца культуры Исток. Здесь всем дарили сделанные руками учеников поздравительные открытки. Мы видим, как город растет, как процветает, приумножается. И, наверное, хочется пожелать в этот праздничный день ему, нашему любимому городу, вот именно процветания, чтобы он был самым лучшим городом на земле, чтобы все всегда получалось, чтобы мечты сбывались с праздником, с днем города. Собравшихся в сквере жителей микрорайона Красный Текстильщик радовали лучшие танцевальные коллективы дворца культуры Исток. Конечно, мы его чувствуем всегда, потому что наши дети ходят в Исток, очень много танцуют, и выступаем мы по всему городу и за городом. Мы участвуем везде. Вот и няни наши, красавцы. Глаза не помилюем, а потом попрыгаем. Это здорово. У нас вообще Исток часто делает мероприятия, праздники различные. Весело всегда. Дети радуются. Да, дочь? Хорошее настроение. Я гость в этом городе. Очень даже приятно смотреть на все. Спасибо вам всем. Глядя на них, и у нас поднимается настроение. Праздничные мероприятия, посвященные юбилею города, стартовали. Основные пройдут в субботу, 21 сентября, в день 680-летия Серпухова. О какой из улиц Серпухова рассказать в своем проекте каждый школьник выбирал самостоятельно. В школе номер 6 сегодня прошла крывеческая конференция на тему истории одной улицы. На ней было представлено 33 проекта, в том числе коллективные. Свои работы перед жюри защищали 50 ребят из 6, 7 и 8 классов школ округа. Работа действительно очень интересная есть. Дети работали с архивами, с документами, с фотографиями. Я думаю, это будет полезно и почитать. Все работы опубликованы в открытом доступе в группе молодежи «Новатика» в социальной сети ВКонтакте. Возможно, победители проектов станут экскурсоводами, любителями и будут рассказывать о Серпухове уже более широкой аудитории. Не исключено, что кто-то из ребят захочет выбрать эту профессию в своей жизни как основную. Во Дворце творчества детей и молодежи «Дружба» прошел 27-й фестиваль творческой неформальной молодежи «Стритформэйшн». Концерт был приурочен ко Дню города. На сцене с музыкальными номерами выступили коллективы из Серпухова, Москвы, Пущино, Боленска, Протвино и Чехова. В течение последних нескольких недель ребята репетировали свои номера, выбирали костюмы и с нетерпением ждали праздника. Они подготовили каждый по одному номеру и плюс еще сделали совместные номера, которые они всеми командами вместе готовили в течение месяца. Была масштабная подготовка к празднованию Дню города. Эта молодежь делает подарок ко Дню города. Участников фестиваля объединила любовь к творчеству и креативный подход к искусству. Зрители активно поддержали артистов громкими аплодисментами. В Голландии в городе Эймон завершился чемпионат мира по велоспорту среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В составе сборной России выступила представительница клуба «Равные возможности» Анастасия Полунина. По итогам соревнований Серпуховичка выступила успешно, заняв четвертое место на дистанции 20 километров и пятую позицию в 22-километровой гонке. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Следите за новостями на нашем сайте otvdefizmedia.ru, на официальном сайте администрации города. Она также есть во всех социальных сетях. Будьте в курсе событий, не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА